Президент страны обозначил основные направления государственной политики в сфере развития культуры и духовности. Обновление и переоснащение учебных заведений культуры сегодня является задачей первостепенной. Студенты единственного в области колледжа искусств имени Татсимбета вынуждены обучаться в спартанских условиях. Здание, которое арендует учебное заведение, не приспособлено для проведения занятий. Нередко около 50 учащихся занимаются в тесных кабинетах. Зачастую занятия проводятся в общежитии, а экзамены музыканты сдают в коридорах. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов проинспектировал колледж и выслушал жалобы педагогов. Вот так друг возле друга почти в притирку вынуждены заниматься студенты. Огромные и старые инструменты, ужасная акустика в залах и трехсменный график. В здании, предназначенном для 350-400 человек, сейчас обучаются порядка 600 учащихся. Еще 200 человек составляет педагогический коллектив. Учителя не скрывают, что экзамены некоторые студенты сдают прямо в коридоре. Для того, чтобы опросить детей, мы можем частями в течение всего целого урока, тратя на это время, завести только четверых, потому что у нас условия не позволяют. За последние 10 лет колледж кочевал 4 раза. Собственного здания у педколлектива нет. Его сейчас занимает Карагандинский областной суд. Музыкальные произведения, классиков, дети служат на старых пластинках и ленточных кассетах. Спортом студенты тоже не занимаются. Зала нет. У нас есть вот такие магнитофоны, до сих пор сохраняются вот такие бомбины. Посмотрите, вот Чайковский педагогов. Решить проблему со зданием в управлении образования не в силах. Главный педагог области просто разводит руками. В данный момент этот вопрос решить не представляется возможным для нас. Выслушав жалобы педагогов, Аким области пообещал помочь им. Однако строить новое здание однозначно не будут. Я считаю, вопрос надо решать. Сразу сейчас обещание я, наверное, не должен давать, но решение найдем. Аким области также отметил, что президент страны уделяет большое внимание сфере культуры и вопросам поддержки талантливой молодежи. Продолжение следует... В этом году колледжу искусств исполняется 65 лет. В преддверии юбилея педагогический коллектив учреждения мечтает о новом здании. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.